МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эвакуированным из Курской области. Взрывы в Днепропетровске, Павлограде и Херсоне. В Киеве сожгли микроавтобус в ВСУ. Картополов электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в Рязанской области, Мариэлл и на Сахалине. Окончательный переход после Нового года. Американский посол Финляндии исключил появление бас Пентагона в стране. Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российских самолетов. UK Defense Journal. Данные с британских самолетов над Черным морем передаются напрямую Киеву. Министр иностранных дел Британии считает, что украинский конфликт продлится до 26-го года. Фон дер Ляйен. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 миллиардов евро. Бербок. Германия будет помогать Украине до окончания войны. Тем не менее, Шольц не передаст Украине дальнобойные ракеты Таурус. Байден заявил, что пока не разрешал Киеву бить вглубь России. Зеленский подтверждает. Италия тоже не поддерживает. Шрёдер и Эрдоган, стоявшие за Зеленским влиятельные круги, препятствовали подписанию мира. Макрон, нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить отношения с Россией после войны. Сеул обещает решительный военный ответ, если КНДР перейдет черту, отправляя шары с мусором на юг. Американского перебежчика в КНДР освободили с учетом уже отбытого заключения. В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения посла России. Парламент Узбекистана принял поправки о нежелательных иностранцах. Лица, выступающие против целостности и безопасности, будут выдворяться. Новым президентом Шри-Ланки стал лидерком партии Ди Санаяки. Австралия, Индия, США и Япония заявили, что хотят реформировать Совбезу ООН, расширив список членов. Несмотря на возражения России, Генассамблея приняла пакт будущего, призывающий не допускать конфликтов. Зампост преда в ООН Полянский, Запад хочет поставить Украину на первое место во всех предстоящих дискуссиях в ООН. Израиль за сутки атаковал 290 объектов Хизбаллы в Ливане. Погибли 37 человек, из них 16 командиры Хизбаллы. В том числе один из лидеров Акиль. С начала конфликта ликвидировано 600 членов Хизбаллы, заявляют в Генштабе Израиля. Китай призвал Израиль прекратить атаки по Ливану. Хизбалла запустила ракеты по израильской авиабазе. Рейтер, исламское сопротивление в Ираке, присоединилось к борьбе с Израилем. Израильские военные заняли офис телеканала Аль-Джазира на западном берегу, приказав сотрудникам покинуть здание. Госдеп призвал американцев немедленно уезжать из Ливана. Как минимум 17 человек погибли в результате удара по школе в Газе. Президент Израиля Герцог отрицает причастность к взрывам пейджеров в Ливане. Блинкин США тоже ни при чем. Снова рейтер. Часть пейджеров членам Хизбаллы раздали за несколько часов до взрывов. Спецслужбы Венгрии отрицают, что пейджеры были произведены на ее территории. В иранском корпусе стражи исламской революции запретили пользоваться подобными средствами связи. Сам Ксир заявил об аресте в Иране 12 израильских агентов. Правительство утвердило список из 47 стран, чья политика противоречит ценностям России. Это Евросоюз, Украина, США, Канада и Япония. Экс-премьер Молдавии назвал ситуацию в сельском хозяйстве страны катастрофической. Болгария просит запретить импорт украинских яиц в страны ЕС. Цена золота установила новый исторический рекорд – 2655 долларов за унцию. Китайский ТикТок подчинился санкциям и удалил аккаунты государственных российских агентств «Спутник» и «Раша Тудей». В YouTube будут показывать рекламу при постановке видео на паузу. Газета «Фигаро» – сотрудничество «Телеграма» с Францией привело к появлению новых запросов из других стран. По данным портала Layoffs, в этом году 400 компаний, работающих в сфере высоких технологий, уволили более 137 тысяч работников. А портал TrueUp насчитал 215 тысяч. 5 тысяч рабочих «Текстрон» вышли на забастовку. В Иране взрыв на шахте. Погиб 51 шахтер. МВД Казахстана сообщило о бунте заключенных в колонии в Туркестанской области. В Алабаме несколько человек открыли стрельбу. Четверо убиты, 21 ранен. Ущерб от наводнения в Нижней Силезии и на юге Польши оценили почти в миллиард долларов. Трамп заявил, Харрис не сможет предотвратить Третью мировую. А если он проиграет, больше не будет участвовать в выборах. Во Франции представили новое правительство из креатур Макрона. Шансы заблокировать утверждения близки к нулю. Рейтинг Макрона упал до 25%. Швейцарцы проголосовали против повышения пенсионного возраста до 66 лет. В Кишиневе марш против евроинтеграции. Ультраправая альтернатива для Германии просит правительство разобраться, использовали ли в ВСУ под Курском немецкие танки и не похоже ли это на действия Германии в 43-м. Тем временем на местных выборах в земле Бранденбург альтернатива для Германии едва не обошла партию Шольца. Ранхикс. Больше половины граждан старше 60-ти отмечают у себя признаки тревоги или депрессии. Правительство поддержало проект о штрафах за пропаганду Child-Free. Миноборнауки предлагает изменить список экзаменов для приема в ВУЗы. Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео. Из шахт хотят сделать туристические объекты. Ранее с такой инициативой выступал Путин. Гендиректор Headhunter в интервью коммерсанту в России больше никогда не будет дешевой рабочей силы. В Красноярском крае готовой едой отравилась семья из шести человек. Четверо детей погибли. Роспотребнадзор предупреждает о стремительном распространении нового штамма ковида. ФСБ задержало 15 исламистов в Кабардино-Балкарии. Страховщики выплатили пострадавшим в Крокусе чуть больше 45 миллионов рублей. Бакальчука и некоторых участников стрельбы в центре Москвы отпустили из-под стражи. Тем временем Бакальчук вернула девичью фамилию. Теперь она Ким. Студентку в вышке оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту. В Вологде откроют музей дома Романовых. В Новомосковске на доме, где жил шаман, появилась памятная табличка «Новый шаляпин». На телеканале «Спас» объяснили, почему теория Дарвина ошибка. Поэтому сегодня теория Дарвина используется как инструмент для колонизации стран. Мы не знаем, кем это используется. Используется англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неболноценных народов. Это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. И очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники, как и ненарочные. Пока Telegram и YouTube еще работают, подписывайтесь здесь и где только можно.